Владимир Лукич Боровиковский Владимир Лукич Боровиковский Владимир Лукич Боровиковский Владимир Лукич Боровиковский Хотя Боровиковский и продолжал европейскую школу живописи в русском портрете, но уже больше, чем у Рокотова, мы можем увидеть, почувствовать в Боровиковском Вот это желание передать русский характер, передать русского человека того времени. Судьба Боровиковского была довольно занятной, потому что он начал работать в Миргороде, расписывал храмы, писал какие-то картины. Отец его тоже был самодеятельным художником. Но однажды, когда Екатерина Великая должна была посетить Украину, и Потемкин готовил эту поездку, она была обставлена с невероятной роскошью, известные потемкинские деревни, которых мы знаем с детских лет, в городе Кременчуге Екатерина должна была остановиться. И тогдашний губернатор Киева, Капнист, заказал Боровиковскому написать несколько картин, то есть две картины, в этом дворце в Кременчуге. И Боровиковским была написана картина «Наказ», где Екатерина была изображена в образе богини мудрости Минервы, дающей наказ. А другая картина называлась, другая картина показа, мы видели в другой картине Екатерину, которая как бы засеивала землю, пахала ее, вспахивала ее Петр Первый, а сыновья Александра и Константин засеивали ее, баранили ее за императрицей. Увидев это полотно, Екатерина поделилась мастерству художника, и, видимо, в 1787 году, точно сказать нельзя, но, видимо, в этот год Боровиковский перебрался в Петербург. КОНЕЦ КОНЕЦ Для того, чтобы понять, что такое Боровиковский, я думаю, что, наверное, был бы смысл услышать портрет Боровиковского Екатерины Николаевны Арсеньевой. Это 18-летняя девушка в костюме Афродиты, девушка с удивительной судьбой, в чувстве которой, в лице которой можно увидеть поразительную подвижность, глубину, обаяние и веселый, но глубокий ум. Давайте услышим эту картину. Услышим Катеньку Арсеньеву. Иван Григорьевич. Я весь в внимании, Екатерина Павловна. Я красива? Вы прекрасны. А что? Мерси за комплимен. Нет, ну, я, может быть, и некрасива в классическом понимании, но я себе нравлюсь. Стыдно, да? Да ну что вы. И утром вот я просыпаюсь, умываюсь, подхожу в зеркало и сама себе говорю. Хорошо? Стыдно. Да помилочь, Екатерина Павловна. Иван Григорьевич. Да. А вы любите прогулки верхом? Верхом? Угу, верхом. Верхом. Честно говоря, не очень. Ой. А я так люблю. Нет, ну вот вы, наверное, думаете, что я озорная мадемуазель. Да что вы, Екатерина Павловна? Я знаю, я знаю. Да нет. А между прочим, я много читаю. Да? Да. И интересуюсь этими изобретениями. А какими же? Ну, разными, всякими, там. Ну, например, я недавно стреляла из пистоля Папа. Вот как? Да, да. Ну, правда, я не думала, что он заряжен. Ой, так бабахнуло. Ой, окна как не бывало. Вы не озорная мадемуазель. Вы бесстрашная. Да. Иван Григорьевич, должно быть, заканчивает портрет. Позвольте, полюбовь. Нет, 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 папа, не делайте этого. Ну, почему же, душенька? Я не хочу. Я не хочу, чтобы вы видели меня без глаза там. Ой. Что это есть, пачка? Ну, или без носа. Екатерина Павловна, душа моя, портрет почти готов. Папа, я прошу, не делайте этого. Хорошо, хорошо, Катюша. Я не буду смотреть. Иван Григорьевич, друг мой, не желаете ли откушать чаю? Чаю. Чаю? Да, чаю. Большое спасибо. Откушаю, как только закончу. Иван Григорьевич, сейчас же идемте пить чай. Художнику необходимо отвлекаться и иметь свежий взгляд на свои деяния. Екатерина Павловна, позвольте закончить. Уже два часа пополудню. Ну, я прошу вас, ну, пойдемте откушаем чаю. Ой, ну, я и ногу отсидела. Устоять невозможно. Она просто прелесть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В одном из таких двориков московских однажды, В 1878 году Василий Дмитриевич Поленов облевывал себе местечко, с которого он написал шедевр русской пейзажной живописи Московский дворик. Василий Дмитриевич Поленов, замечательный русский художник, родился 20 мая 1844 года в дворянской семье профессора-археолога. Он начал учиться в гимназии в Петрозаводске, потом переехал вместе с семьей в Петербург, поступил учеником в Академию художеств и одновременно поступил в университет на юридический факультет. Поленов замечательно учился в Академии и в 1869 году он уже удостаивается малой золотой медали за картину «Иов и его друзья». А через год, в 1970 году, он получает уже большую золотую медаль за картину, которая называлась «Христос воскрешает дочь Иакра». В 1872 году Поленов заканчивает и Академию, и университет и становится пенсионером Академии, как ученик, удостоенный золотых медалей, с тем, чтобы уехать за границу, продолжать свое обучение, копируя подлинники великих мастеров и вообще как бы напитываясь европейской культурой. В письмах своих из-за границы он пишет, что он уже не может там находиться, потому что он боится стать ничтожеством. Вот его точные слова. Я думаю, что тут дело связано не с тем, что за граница сама по себе как бы разращает или губит русскую душу. Не в этом дело. Я думаю, просто до Поленов, как и многие русские художники, как и Достоевский, как и многие-многие другие, как и Перов, он как бы почувствовал, что корневая система начинает отмирать. То есть это как, ну вот как аккумулятор. Вот может находиться какой-то аппарат вне того, чтобы питаться от электричества, какое-то время аккумулируясь этими батарейками памяти, ощущения родины, памятью чувства и так далее, и так далее. Может он впитывать чужое? Конечно. Но постепенно эта память начинает глохнуть, и человек теряет, особенно русский человек, особенно русский художник, теряет эти ориентиры, теряет основу своего дарования, как бы. Ибо питается он почвой и корнями, которые находятся здесь. Поэтому Поленов вернулся обратно. Возвращается он и поселяется в Москве. Почему в Москве? Вот это очень интересный момент. Потому что Москва, тут, наверное, нужно поговорить отдельно о Москве. Москва строилась совсем не так, как Петербург, который строился линейно, по плану, по проектам, и так далее, и так далее. Москва строилась, ее можно сравнить как бы с кругами по воде от брошенного камня. Вот бросьте камень в воду. И вот эти круги, которые расходятся от этого камня, это, в общем-то, и есть образ Москвы. Конечно, были большие дороги, тракты, которые шли от Кремля, да, ибо камень этот и есть Кремль. Но строился он совсем по-другому, этот город. Ставился дом. Вот, например, нравится человеку место здесь, он ставит дом, появляются два переулка. Ставится еще один дом, еще два переулка. Невозможно проехать, пробивается в доме арка. И таким образом Москву, практически центр Москвы, там, где мы сейчас находимся, можно пройти по подворотам. Можно пройти, проходя сквозь дома, а не обходя их. Вот это и есть тот самый Арбат. Но он, конечно, был совершенно другим. В начале прошлого века он был деревянным. Но в 1812 году, во время войны с Наполеоном, когда горела Москва, Арбат практически был весь спален. Потом он был восстановлен и стал одним из действительно самых аристократических районов Москвы. И был он уже восстановлен в камне. Так вот, в одном из переулков, здесь, за этим домом, находится Спасо-Песковский переулок, где стоит церковь Спасо на Песках, построенная в 1711 году. И вот именно там, за этой церковью, в маленьком дворике, Василий Дмитриевич Поленов писал свою картину. Замечательную картину, написанную в 1878 году, Московский дворик. Как невозможно представить себе, что она писалась в 10 минутах ходьбы от Кремля, так же невозможно себе представить, скажем, состояние Поленова и возможность погрузиться в эту жизнь, этого московского дворика, сегодня, находясь здесь. Если мы вслушаемся в то, что происходит здесь, если мы посмотрим, что происходит здесь, и представим себе, что буквально в 20 метрах отсюда 100 лет назад находился тот самый московский дворик, эта несовместимость будет разительной абсолютно. Посмотрите, посмотрите вот на этот пейзаж Арбата. Это пейзаж Арбата конца 20-го столетия. Многие здания этого Арбата остались теми же, в том же виде, в каком они были построены в прошлом веке, после того, как Арбат сгорел. Но само насыщение, сам дух, само ощущение принадлежности к Москве постепенно исчезло и исчезает. Ибо все это вместе взятое с торговлей, с суетой, как бы внешне похожее на другие страны, другие столицы мира, такие как Копенгаген, Лондон, Вена и так далее, все равно как бы рождает какую-то несовместимость. Не принимает Арбат. Москва не принимает этого образа жизни. Может быть, к нему нужно привыкнуть, но ощущение дискомфорта и дисгармонии, на мой взгляд, существует постоянно. И ощущение разницы ритма. Москва всегда жила в ином ритме. Дело не в том, что она должна спать, а в том, что у нее был иной ритм, иной запах, иное наполнение звуковое и духовное. Субтитры создавал DimaTorzok и не влюблено субтитры создавал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!